Всем привет! Хотел рассказать про вот такой вот тревожный полет, который у меня произошел на днях. Я взлетаю, ничего особенного, взлетаю в направлении точки, на которую я давно хотел слетать, расстояние примерно 3,5 километра. Набираю высоту, набираю скорость. Думаю, собственно, план был лететь примерно со скоростью 30-40 км в час. Примерно такую я скорость набираю, 35 км в час, 137 метров высота. Я продолжаю идти в наборе, потому что мне хотелось лететь чуть выше облаков, к которым я приближался. Собственно, к этому я и стремился. Что я не учел изначально, так это немножко попутный правый ветер, который нес меня вперед довольно быстро. Периодически разгонял там вплоть до 70 км в час. Но это все мелочи, меня не смущали. Я был уверен в том, что у меня достаточный запас и по аккумулятору, и по всем видам связи. В общем, все было в порядке, ничто не предвещало беду. Вот я, собственно, подлетаю уже к этой точке, куда я и стремился. В правом верхнем углу моргает расстояние до базы. 3, чуть больше 3 км, высота 650 метров, скорость 60 км в час. Я поглядываю вниз периодически, сравниваю все, что я вижу с тем, как я это себе представляю. Меня все радует, погода хорошая, все в порядке. Я иду вдоль дороги. И понимаю, что в целом ветрячок тут действительно сильный, и пора бы мне уже начать разворачиваться в сторону дома. На всякий случай, потому что я еще не очень хорошо чувствую батарейку. Развернувшись в направлении дома, я понимаю, что скорость-то у меня при таком же тангаже сильная, меньше. Соответственно, продолжаю тангаж вперед, и вот в этот момент начинает вылезать какая-то странная штука снизу. Мозг мне сначала даже пытался подсказать, что это, наверное, просто блик от солнца. Хотя, конечно же, потом я довольно быстро осознал, что это никакой не блик, что это у меня выпадает аккумулятор. Я попытался его запихнуть обратно, наклонившись назад. Набрал 80 км в час в обратном направлении, то есть от базы 5, пятился назад. Немножко запихнулся аккумулятор, но сильно он не запихнулся. Ну и я понял, что я его точно уже не запихнул обратно, поэтому принял решение все-таки двигаться в направлении базы. Продолжил разгон, вот сейчас 22-23 км в час, при том, что тангаж на пикировании довольно сильный. Ну вот, ну и начал снижаться в надежде, что я снижу снизу, и скорость ветра понизится. Мне будет попроще идти вперед, мне надо будет так сильно крениться вперед. Вот высота сейчас 250 метров, а скорость не сильно растет. И вот выпадает уже окончательный аккумулятор. Вот здесь я уже понимаю, что ну все, уже терять нечего. Аккумулятор не отсоединился, что хорошо. Болтается снизу, центровка не сильно-то нарушена, поэтому я и пошпарил потихонечку в сторону дома. 30 км в час набрал, аккумулятор садится, но не так быстро, как мог бы, поэтому ничего страшного. 350 метров я набрал обратной высоты, 2500 метров до дома, в общем, потихонечку-потихонечку я начал двигаться в сторону дома. Потом еще осознал, вот, кстати, аккумулятор внизу болтается. Здесь, наверное, ну то есть во время полета я не заметил, что там прямо на видео видно, как штекер, ну буквально на полтора миллиметра отсоединился. Но не до конца, слабого контакта был. Вот я спускаюсь все ниже и ниже по мере приближения к дому, 40 км в час скорость, пересекаю речку и понимаю, что еще и плюс я боковичок не учел, то есть у меня снесло еще немного вверх по течению реки. Ну вот здесь все уже становится понятно, что уже все сложности я преодолел и сейчас будет успешная посадка. Субтитры создавал DimaTorzok